В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Не можете выстроить процесс? В военкомат пойдете сами. Сергей Меликов раскритиковал глав муниципалитетов за перегибы в работе по мобилизациям. Праздник в поддержку российской армии. Столица республики отметила 165-летие со дня предания статуса города Махачкале в измененном формате. Сохранить родные языки. С этой целью в ДГПУ собрались представители власти и преподаватели вуза. Спорту все возрасты покорны. Триумфом хозяев Ковра в Каспийске запершилось открытое первенство России по вольной борьбе среди ветеранов. Сергей Меликов отчитал глав муниципалитетов за плохую организацию мобилизационных мероприятий. Каждый должен страну защищать на своем месте. Не можете обеспечить процесс качественно и повернуться к людям лицом? Идите в военкомат, пишите заявление, хоть так принесете пользу Родине. Меликов также раскритиковал военкоматы за желание набрать как можно больше людей вместо качественной работы по отбору тех, кто действительно подходит для несения воинской службы. Вместе с тем, Меликов отметил хорошую работу глав Махачкалы, Табасаранского и Кизлярского районов, которые проводят работу по частичной мобилизации на своих территориях в соответствии с указом президента России. Накануне столицы республики отметила 165-летие со дня придания статуса города Махачкале. На центральной площади прошел праздничный концерт. И несмотря на незначительные изменения в графике мероприятий, посмотреть торжества по случаю юбилея пришли тысячи горожан и гостей столицы. Тему продолжит Ларьяна Шамкалаева. Но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, дорогая сердца. В свете последних событий концерт прошел в поддержку защитников страны, участвующих в специальной военной операции. В приветственной речи мэр города Салман Дадаев отметил, что никакие провокации не повлияют на решимость и волю к победе. Мэр вспомнил, что и в годы Великой Отечественной войны лучшие артисты Советского Союза выступали в поддержку солдат. Сегодня пытались провести кучка лиц под давлением каких-то динструктивных, антигосударственных сил повлиять на наше решение провести концерт. Но я сказал, культуру надо любить и историю надо знать. И в годы Великой Отечественной войны лучшие артисты Советского Союза давали концерты на передовой. Забравшись в кузов полуторки, Лидия Русланова исполняла валенки, после которого войска шли в бой и не оставляли никакого шанса врагу. И сегодняшний наш концерт направлен в поддержку тех наших ребят, которые выполняют задачу, поставленную президентом в рамках специальной военной операции. И тех ребят, которые к ним присоединимся, настанет необходимость, и мы к ним присоединимся, но не дадим повлиять на нашу решимость и волю к победе. Поздравил махачкалинцев и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он еще раз призвал дагестанцев быть верными чести и долгу. Тысячи дагестанцев достойно принимают участие в специальной военной операции. Уважаемые друзья, вы знаете, что именно наши земляки одними из первых стали героями России. Уважаемые дагестанцы, наши предки не простят, если мы сегодня не защитим нашу страну от нацистов и западных тиранов. Мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашей главой республикой и рядом с нашим верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путином. Нас никогда не сломали духом и сегодня не дадим им сломать нас. За нашего президента, за нашу великую Россию, за наших братьев, которые воюют на Украине. Будьте готовы к сыну, дорогие земляки. Мы живем один раз и эту жизнь мы должны прожить, как настоящие мужчины, как научили нас наши предки. С днем города, уважаемые махачкалинцы! Юные воспитанники школ искусств города трогательно поблагодарили военнослужащих участников специальной военной операции, вручив им букеты цветов. Несмотря на попытку мелких провокаций, праздник удался. Люди, пришедшие в этот день на центральную площадь Махачкалы, получили массу положительных эмоций. Благо, организаторы постарались на славу. Концертные номера выступления популярных звезд эстрады Северного Кавказа скрасили 165-летний юбилей Махачкалы. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Закладчика наркотиков задержали в Махачкале. При личном досмотре у 20-летнего парня сотрудниками полиции было обнаружено 13 свертков с запрещенными препаратами. По результатам химического исследования выяснилось, что это мифедрон с весом более 60 граммов, что с размер на 300 дозам. По факту возбуждено уголовное дело. Дагестанский горный мед станет новым брендом республики. Власти Дагестана намерены увеличить субсидирование на развитие пчеловодства. Впервые в истории в этом году из-за республиканского бюджета на эти цели выделено 9 миллионов рублей. Основную поддержку пасечники получат через сельскохозяйственные потребительские кооперативы. СПОК может купить пчелосемьи и получить 50% субсидирования затрат. При выделении грантов главные условия – наличие правильно оформленных документов. Для очистки от мусора Сулакского каньона и Черкесского водохранилища закупят спецтехнику. Об этом сообщает Минприроды Дагестана. В частности, будут приобретены плавающие платформы-сборщики. Деньги на эти цели нашли в бюджете региона. Отметим, что из-за проливных дождей река Аварская Кайсу периодически покрывается пластиком, древесиной и пакетами. Шесть человек погибли за неделю в ДТП в республике. Среди них один ребенок. Кроме того, 34 человека получили ранения. По данным госавтоинспекции, с 19 по 25 сентября на территории Дагестана зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Согласно статистике, самая частая причина смертельных аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу. Сохранить родные языки. С этой целью в Дагестанском государственном педагогическом университете прошел круглый стол с участием экспертов. Говорилось о том, что для развития родных национальных языков государство окажет поддержку, в том числе и финансовую. На эту проблему обратило внимание и Министерство просвещения страны. Наше министерство, как Министерство по национальной политике и делам религии, выделяет соответствующие финансы и средства для того, чтобы издать литературу на национальных языках. Есть Министерство образования, которое эту работу должно проводить и проводит. Поэтому я уверен, что общими усилиями мы сохраним и, более того, попытаемся развивать наши языки для того, чтобы передать нашим детям и сохранить для будущих поколений. Государство, оно дало нам возможность, в принципе, обучать по всем языкам, которым имеется интерес. Теперь наша задача, вот это донести до общества и дать им понять, что мы готовы на нашей площадке по всем этим 13 языкам готовить специалистов. Это не просто там вызов какой-то, а это посыл, который мы даем для того, чтобы у них появился интерес, чтобы именно дети учились. Сегодня на уровне Министерства нашего просвещения именно Кравцов Сергей Сергеевич говорит уже о важности, о значимости именно языков. И я думаю, очень много интересных законопроектов появится в поддержке именно языков народов России в целом и, конечно же, Дагестана. И о спорте. Триумфом хозяев ковра в Каспийске завершилось открытое первенство России по вольной борьбе среди ветеранов. На ковер Алиевского дворца спорта выходили в прошлом обладатели медалей мировых и европейских первенств, чемпионатов СССР и других турниров. В соревнованиях собрали более 150 мастеров ковра из 33 субъектов страны. Сильнейших определяли в семи разных возрастных дивизионах. Самому младшему участнику 35 лет, а самому возрастному 74. По итогам первенства успешнее других выступили хозяева ковра. Местные вольники завоевали 51 награду, из которых 16 высшего достоинства. По три золота на счету мастеров из Чечни и Якутии, по две у команды из Бурятии и Новосибирска. Соревнования были посвящены памяти олимпийского чемпиона Владимира Юлина. Здесь сегодня люди, которые годятся нам в отцы, деды, борются и показывают пример мужества, характера, трудолюбия, которые эти люди не только сегодня на ковре, а каждый день находятся в залах и тренируются. Показывают молодому поколению, каким надо быть. Отрадно, что сегодняшний чемпионат проходит в памяти великого борца, великого человека, который оставил в истории нам много схваток, много побед Владимира Юлина. Поэтому все техники сегодня находятся здесь, я думаю, многие вспоминают. Он был действительно мастер ковра, как его называли. И мало кто сегодня может повторить ту технику, которую демонстрировал Юмин. Прекрасная половина Дагестана также показывает успехи в спорте. Наши регбистки одержали победу на всероссийском турнире «Олимпийские надежды», прошедшем в Анапе среди девочек до 16 лет. Всего в турнире приняло участие 7 команд. Первую игру дагестанская сборная выиграла у Ростовской области со счетом 60-0. Вторую у Краснодарского края 45-0, третью у Республики Крым 35-5. И финальную у команды Севастополя со счетом 45-0. Лучшим из игроков турнира стала Фатима Ханапиева. 19 золотых медалей завоевали дагестанцы на открытом Кубке Евразии по смешанному боевому искусству «Ориентал». Отношения на татаме выясняли дети, юноши, юниоры и взрослые. Соревновались в трех дисциплинах ММА – это «Сейф», «Элит» и «Лайт», а также по грипплингу. Всего сборная Дагестана выиграла 22 награды. Свой вклад в успех команды внесли воспитанники Бадави Гасанова, Хазболы Магомедова и Эйнара Экберова. В общем зачете дагестанские бойцы стали первыми, опередив сборные Липецкой и Воронежской областей. Редактор субтитров А.Семкин